По понедельникам и вторникам, в полдень, на Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот» на Радио Болтком. Сегодня ее проведу я, Артем Липин, звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня с нами на прямой связи глава Латвийского союза самоуправления Гинс Каминский. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, телефоны прямого эфира у нас неизмены. 67-212-93-9, 67-213-93-9. Также вы можете писать нам по WhatsApp 2-3-0-61-91. Господин Каминский, мы, наверное, начнем с самой актуальной темы последних дней. Официально Артур Томс Плэшис был назначен министром охраны среды регионального развития. Я знаю, вы уже говорили о том, что планируется, и господин Плэшис пообещал, что он поучаствует в собрании союза самоуправлений уже после Нового года. На самом первом собрании были ли у вас еще какие-то с ним контакты? Говорили ли вы с ним о чем-то еще? Во-первых, я хочу сказать, что какой-то процесс заключился. У нас, наконец-то, министр. Долгое время не было министра. Это очень хорошо, что министр начал выполнять свои обязанности. Это очень важно, поскольку, по-моему, это единственный министр, который, ну, может, кому нужно защищать самоуправление правительством. Конечно, и другие отрасли, но министерство регионального развития, это, ну, в прямом смысле связано с самоуправлением. И, конечно, мы говорили с новым министром. И очень важно его мнение, как он будет смотреть дальше. Одно это, как депутат парламента, это можно, ну, политически говорить так и так и так. А здесь уже начинается конкретная работа. Нужно искать конкретные решения той или иной проблемы. И очень важно, как это видит конкретно министр. И потому, как вы уже сказали, после Нового года, первое заседание правления Союза самоуправления, в котором примет участие министр, и мы обсудим его, как он видит работу вместе с самоуправлением дальше. Но на данный момент господин Плэш заявлял о том, что курс министерства принципиально не изменится. Он сохранится таким же, как он был при министре Пуца. То есть продолжится работа над административной территориальной реформой, продолжатся вот эти все начатые процессы. Как вы к этому относитесь, учитывая, что у самоуправления все-таки было много каких-то моментов и различных мнений, если сравнивать с мнениями министра Пуца? Конечно, по-разному это очень противоречивый закон насчет административно-территориальной реформы. Но закон принят. Закон принят. Мы знаем, 20 или уже больше самоуправлений, которые подали заявление в суд с отверстием. На следующий год будет решение. Но это одно. Но, как мы знаем, если закон принят, сейчас уже нужны конкретные дальнейшие шаги. Много законов, которые нужно дополнительно принять. Это закон насчет самоуправления и насчет статуса депутатов. И насчет выравнивания я понял, что не будет еще до весны. Как будет планироваться развитие самоуправлений? Закон о региональном развитии. Это очень важно. Как будут развиваться наши регионы? Мы знаем, что в Латвии регионально отличаются регионы в своем развитии очень серьезно. Это одно из последних мест в Евросоюзе, где так отличаются регионы. Нужен конкретный план, как работать дальше. Мы знаем, что в Латвии регионально открыты мапсы. Хозяйствование. Да, это тоже большая проблема. Как будут решаться эти шаги? Что с территориями? Или останутся пять? Или будет семь? Что будет целое? Мы знаем самоуправление Земгалы. По-моему, всем написали заявление в министерство, что недовольны. Нужно решение. Опять продолжается разговор. Президент сделал закон о латвии. Там пока еще нет финансирования. Как будет этот вопрос решаться? Так что очень много уже конкретных законов, конкретных нормативных актов, которые можно выработать и дать дальше. или в кабинет министров, или в парламент. Еще такой важный момент про самоуправление, который вы не упомянули в своем перечислении. Это изменение налоговой ставки, не ставки, а тот факт, что самоуправление будет больше своих поступлений отдавать в государственный бюджет. Если раньше было деление 75 на 25, то сейчас 80 на 20. Ну, с нового года оно такое будет введено. И уже много об этом говорилось. И при этом тот же самый господин Плэш, в принципе, в правительстве говорят о том, что эти деньги, которые от самоуправлений уйдут в государственный бюджет, они все равно вернутся в самоуправление просто другими путями. Вот что вы по этому поводу скажете? Есть ли все-таки какие-то... Уже, как вы говорите, закон принят, уже придется с этим как-то жить. Видите ли вы какие-то позитивные в этом моменты, или все плохо? Ну, во-первых, это основной доход, основной бюджет самоуправления, который, ну, я считаю, ни в коем случае нельзя было так делать и отобрать средства самоуправления. Но это было и несогласие с Кабинетом министров, это было несогласие с парламентом, где мы писали и все фракции свои мнения, и конкретно фракции Латгалии, поскольку Латгалии все-таки, ну, все больше потеряет эти средства. Ну, не услышали. Не услышали, приняли закон. Но если кто-то говорит, что опять, ну, ведь заработки вернутся обратно через этот самый налог, но мы видим план, мы видим конкретные цифры, которые, ну, придут в самоуправление. Так что опять я вроде не вижу этих денег. Но, конечно, если мы помните, что мы просили хоть, чтобы дали 9,2 миллиона для тех самоуправлений, у которых критически этот, ну, недостаток. Больше 4 процентов, где пропадают, ну, падают доходы. Пока парламент принимал закон о государственном бюджете, у нас были переговоры с министром финансов. И тоже, наверное, вы видели, что мы договорились, что будут дополнительно 5 миллионов для тех самоуправлений, у которых, ну, не хватает средств, или у которых самое худшее состояние средств на первые полгода. Ну, что-то там может дополнительно, это уже хорошо, что министр финансов понял, и какое-то продвижение направления дополнительных средств все-таки есть. Но мы знаем, что опять, ну, если многие и депутаты, и ответственные работники говорили, что у самоуправления будет возможность и фонды разные, и дополнительные средства, не знаю, сколько там миллиардов, ну, через две недели уже начинается Новый год, и средства нужно уже в первом январе и планировать. Эти фонды будут позже, конечно, будут, но это уже вторая половина года, может, даже конец следующего года, это может, 22-й год, где средства будут. Мы знаем, сколько, как много надо дополнительных средств, чтобы выполнить закон о гарантийном минимальном доходе, где суд, соответственно, сказал, что нужно решить. Это все на плечах самоуправления. Сейчас кризис, и во время кризиса, вообще, по-моему, по-другому нужно, еще не поздно, смотреть в сторону самоуправления, поскольку самоуправление находится все ближе своих жителей. И самоуправление, те, которые первые узнают проблему, и первые понимают, как эту проблему можно решать на месте и помочь тем людям, которым, которым, ну, все больше эта помощь нужна. Потому и другие государства так делают, что дают больше средств все-таки самоуправления, потому что это касается жителей. И жители, как мы знаем, живут на всей территории Латвии, не только в маленьких, больших городах, в маленьких, больших центрах, но и на Селезе живут, на всей территории все время. И чем человек живет дальше от центра, ну, чем дороже это стоит, и образование и все остальное. Напомню, глава Латвийского союза самоуправления Гинс Камински у нас на связи. Телефоны прямого эфира 67-212-93-9, 67-213-93-9 или WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Я хотел бы коротко вот этого момента коснуться по поводу решения Конституционного суда. То есть я правильно понимаю, что все еще пока не принято конкретного закона, какая должна быть там минимальная зарплата, какая должна быть пенсия и так далее, но как бы он не был принят, это все будет только на финансировании самоуправлений. Государство никак не поможет при выплате этих моментов. Данный момент гарантийный минимальный доход, это да, все у нас на плечах самоуправлений. Ну, потому и мы с министром финансов договорились, не знаю, он сделал так, чтобы дополнительно эти 5 миллионов было для тех, самоуправлений, у которых, ну, самое худшее состояние. И мы знаем, что минимальная зарплата должна подниматься. И минимальная зарплата в самоуправлениях, очень много людей работают на минимальной зарплате. Опять, дополнительные средства нужны. Мы не знаем, сколько потребует выполнение административных территориальной реформы, сколько потребует средств. Это тоже вопрос большой. Если немножко поменять тематику нашего разговора, по поводу COVID-19, мы знаем, что в разных самоуправлениях ситуация разная, есть самоуправления, которые сильнее страдают, есть которые, ну, в сравнении, опять-таки, более защищены. есть ли какая-то коммуникация между самоуправлениями по этому поводу, может быть, какая-то помощь друг к другу и советы, как лучше справиться с пандемией, если она вот, например, в Далгополсе, мы знаем, сейчас такая достаточно тяжелая ситуация, вот есть ли какая-то между самоуправлениями коммуникация по этому поводу? Уже весной мы начали эту информационную, ну, такую, не знаю, не программу, но информацию, давайте информацию, и давайте информацию самоуправлением из первых лиц нашего государства. Были видеоконференции, и только весной больше 40 видеоконференций. В данный момент продолжается, этот процесс, если, ну, что-то с образованием. На прошлой неделе в четверг была видеоконференция с министром образования, и почти что тысяча подключений в прямом эфире, то, что мы давали информацию для самоуправления, это очень много. Это остается информацией в нашем домашнем листе, и могут посмотреть те, которые хотят и потом. На пятницу у нас еще одна видеоконференция была с министром здравоохранения, с ответственными институциями насчет медицины. Опять, чтобы самоуправление знали, как работать. Максимально информации, чтобы знали, как работать. Позитивные примеры, это то, что мы можем как союз самоуправления делать. конечно, очень ответственно по-моему, работают самоуправления. Они принимают решения, но не ожидая, пока еще государство примет. Помним, как насчет налога на недвижимость. Самоуправления сразу сами приняли, чтобы отложить эту зарплату или аренда, или не знаю, то, что на месте самое важное. Конечно, самоуправление сами теряют свои доходы, но по-другому нельзя. Нужно помочь или нужно нормально перейти через этот кризис. Это очень важно. Могли бы чуть подробнее по поводу этих положительных примеров, какие самоуправления вы, может быть, могли бы привести в качестве примера хорошей работы с ковид-ограничений с коммуникацией с населением и историю успеха? Везде, где были проблемы, это и губины, которые сразу, если началась проблема, сразу было принято местное решение, что заведения не работают, учреждения самоуправления в Кудыгах хорошо борются. Мы знаем, как Рига в данный момент каждую неделю собирает свои собрания гражданской обороны смотрят на что делать. Ялгаво очень хорошо работает, Баумиэр, маленькие самоуправления по всей Латвии. Это список, но я могу, наверное, все самоуправления так не обработать. А по поводу приграничных районов, потому что на них еще появляется нагрузка людей, которые пересекают границу, и мы знаем, что не хватает людей, чтобы всех проверить, и ковид-пас тоже заполняют не все. Как приграничные районы с этим справляются, если вам известно? Конечно, это проблема не самоуправления, это уже пограничная проблема, это государственная полиция, но опять полиция самоуправления работает, муниципальная полиция, там, где можно, помогают, там, где можно, и, ну, есть сила, помогают, но опять проблема не только то, что хотят помочь. Мы знаем, что, ну, и от людей зависит, насколько ответственные люди, чтобы не заболели не только медицинский персонал, не только доктора, но чтобы были здоровы, те же самые полицейские, те же самые пограничники, не знаю, все служат, чтобы могли, ну, и делать свою работу, это важно для нашей безопасности. Связанный вопрос COVID-19, вы тоже упомянули сферу образования, да, вчера, не вчера, на прошлой неделе, в четверг была пресс-конференция, трансляция, где, в том числе, и вы выступали, и вопрос, связанный, наверное, с образованием, это именно вопрос технологический, потому что мы знаем, что до сих пор не во всех школах есть компьютеры, не во всех школах есть необходимое количество там планшетов и так далее, технической составляющей в большем случае. Более того, там вот, сейчас выскользнуло из головы, было самоуправление, где всего один приехал компьютер, который, хотя им было нужно намного больше, вот, как сейчас решается эта вся проблема с техническим оснащением, потому что, ну ладно, сейчас будут зимние каникулы, но второй семестр начнется уже через три недели. Ну, это тоже видеоконференция, где на прошлой неделе мы показали, где проблемы, в которых, ну, где не хватает техники, это одно, и оказалось, не только для учеников не хватает техники, конечно, и для учителей не хватает техники, и мы сделали только 1,2, по-моему, процента, не ответили из всех школ и дали свои данные, которые мы, конечно, передали министерству образования, чтобы не только просто ситуацию консультировать, но чтобы могли планировать и работать дальше, чтобы обеспечить эту технику. Мы знаем, опять было, смотрели, где не хватает мощности интернета, опять, но там уже решение, ну, какое-то приближается, мы говорили и с министерством образования, и с министерством сообщения, ну, какое решение будет, но опять, ну, будет, например, новая техника, а кто ее, кто будет, чинить, если какие-то проблемы покажутся. Ну, опять это нужно все думать, и этот проект, который мы, или ПЭТИУС, который мы сделали, мы дали и министерству образования, чтобы, ну, они учитывали. Ну, и есть ли какие-то шаги навстречу, какие-то проблемы, которые, решение, или пока рано об этом говорить? Я думаю, что рано, потому что этот проект, или, ПЭТИУС, кончился, по-моему, 11 декабря только. Месяц, с 5 по 11 декабря, с 5 ноября по 11 декабря, и это все даты, потом очень быстро мы сделали вместе, это очень рано еще. Если немножко отвлечься от прошлого, и поговорить про наступающий 2021 год, давайте вот оставим пока в сфере ковид, какие основные сейчас стоят проблемы перед самоуправлениями в целом, или, может быть, в каких-то конкретных местах есть конкретные проблемы, которые нужно решать уже в ближайшее время, сразу после праздников, или, может быть, даже перед ними, что сейчас самое актуальное для самоуправления? Ну, в данный момент самое тайное это принятие бюджетов. Все средства, вроде не хочется говорить то, что было, но если есть сокращение средств, планирование очень такое, ну, трудное. И не только сокращение средств, но мы знаем, что очень много нужно дополнительных средств. так что это, по-моему, самое главное сделать бюджет, чтобы ну, как-то прожить следующий год. Есть ли какие-то, потому что мы знаем, что есть, вот, а Венспилс, например, уже принял свой бюджет, Рига тоже приняла свой бюджет. Какие самоуправления, вот вы называли какие-то там некоторые самоуправления, которым вот эти 5 миллионов евро будут направлены, в каких самоуправлениях сейчас самая тяжелая ситуация? Я думаю, самое тяжелое, где нехватка средств, это, по-моему, большинство самоуправлений Латгарии, ну, те 77 самоуправлений по-нашему, где основные средства бюджета сократились больше, чем 4%, это 77 самоуправлений. Помощь, сейчас, о чем мы договорились с министром финансов, помощь будет примерно 40 самоуправлений. но опять там есть критерии, там основной доход у тех, которые меньше 90%, и смотрят на число безработных в течение 6-12 месяцев, там две критерии. конечно, нужно больше средств, это было бы хорошо, ну, и вообще хорошо было, чтобы не сократили средства для самоуправления, чтобы могли это работать. Как вам кажется, если, может, такая немножко гипотетическая ситуация, но мы понимаем, что если, что следующий год будет тяжелым для самоуправления, как минимум в финансовой точке зрения, вы сами говорите о том, что половина, больше половины самоуправлений, у них уменьшаются доходы, у всех самоуправления, часть своих доходов теперь еще будут дополнительно отдавать государству, если после этого года будет действительно объективно видно, что стало хуже жителям всех самоуправлений или большинства самоуправлений, можно ли надеяться на то, что правительство в следующем году вернет назад эти изменения и откатит назад, или все-таки это уже утопия и придется жить с тем, с чем придется жить? Ну, бюджет принят на средний период, на три года. На три года, да. И 22-й, ну, вроде то же самое остается, но я надеюсь, что ни один закон, ну, как, ну, не такой твердый, которого нельзя поменять, и я надеюсь, что будет понимание, и закон принят посерьезнее, потому что пока нельзя видеть, где будет экономия с реформой, пока нельзя видеть, ну, с административно-территориальной реформой, где, говорят, продолжается реформа школ, где маленькие тоже закрываются, но это, ну, вроде, каждый год в самоуправлении закрывают школы, но опять там не экономия, это уже нужно везти опять, если эти дети останутся, но кто-то их должен и везти в школу, это опять транспорт, это, ну, все дополнительные средства, которые будут, и плюс еще это дом остается, если никого нету, который может или купить, или свой бизнес может начать. Вот я хотел да, про течение этих двух реформ поговорить, ну, административно-территориально немножко вперед отложим, по поводу, да, школы 2030, в ее, в части этой реформы, это действительно, да, оптимизация школ, мы знаем, что очень много школ планируется закрыть, их как-то объединить и составить, насколько COVID-19 и вся эта ситуация повлияла на течение этой реформы, или все движется примерно в том же темпе, как и планировалось раньше? С одной стороны, ну, то, что говорят, по-моему, есть, но это старание, чтобы двигалось вперед, что процесс двигался вперед. С другой стороны, мы только что слышали, что, например, специалисты здоровья говорят, что в одном классе не больше 15 учеников. да, и 3 квадратных метра. 3 квадратных метра соответствует, не соответствует. Может, что в многих местах еще не было этой реформы, пока можно это сделать. Опять нужно смотреть. там, конечно, где два школьника осталось, но самоуправление сами закрывают эти школы. Это уже реформу делают все время, не только в этом году, и в прошлом, каждый год школы закрываются, каждый год реформа в данный момент происходит. Но не так, просто реформу нельзя делать, посмотреть, ну, по количеству в этом классе должны быть, не знаю, 30 учеников, и все, пусть едут в эту школу. Но опять нужно какой-то план сделать, ну, делают, конечно, и министерство старается, но я думаю, что самоуправление все-таки ответственно не подходит к этому процессу. То есть я все пытаюсь подвести к тому, что если я правильно помню, как должна была проходить реформа, то уже буквально в 2022-2023 годах уже вот эти все школы необходимые должны были быть все закрыты. Там какие-то самые серьезные сокращения планировали здесь, не ошибаюсь, в Адгалии, в Далгопусе в том числе там еще не 4 школы должно было остаться по итогу, то сейчас все-таки получается, это немножко замедлился этот темп из-за эпидемиологических советов, из-за всей ситуации, чтобы оставить достаточно площади для каждого ученика. Я думаю, что просто дополнительные условия показались, дополнительные какие-то, о которых перед этим никто не думал. И опять, если делать или принимать решение, то любое решение нужно, чтобы основа была на фактах. Не просто сделать так, как кому-то хочется, но чтобы решение было основано на фактах, и это очень важно. И тогда и люди поймут, и будет лучше, и будешь. Напомню, глава Латвийского Союза самоуправления Генз Каминский с нами на связи. Телефон прямого эфира 67-212-93-9, 67-213-93-9, или пишите нам по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, еще есть время задать вопросы, на которые господин Каминский сооразумеется может ответить, потому что тут нам писали достаточно эмоциональные сообщения относительно зарплат медикам и состояния здравоохранения в целом по стране, но я подозреваю, что это все-таки не ваши компетенции вопросы. Хотя, может быть, вы хотите прокомментировать, что действительно нехватка врачей, она ощущается везде, и разные самоуправления с этим по-разному справляются, может быть, вам есть что сказать по этому вопросу? Самоуправления не только справляются, конечно, есть больницы, которые принадлежат самоуправлением, но самоуправление, не только государство платит зарплату медикам, и самоуправление тоже самое делает. Эти дополнительные средства, которые, ну, с одной стороны отобрали самоуправление, но они нужны для тех же медиков, это полный, ну, первый шаг, который мы должны сделать, чтобы медики могли работать, не только медики, и полицейские, и все, которые, ну, обеспечивают нам безопасность. Ну, понятно, что должны, но если на это деньги, если на это ресурсы? Ну, сейчас парламент принял насчет медиков, дает дополнительные средства, конечно, никогда не хватает, но не будет так, чтобы хватало, но я думаю насчет самоуправления, там, где самоуправления могут помочь, это не так делать. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А вот скажите, вот хочется узнать мнение вашего человека, который пришел. Вот в институтах латвийских берут полную плату, вот уже второй год ковид, да, у нас в Латвии, берут полную плату с детей, хотя не многие сидят дома, занимаются через компьютер, но берут полную плату. Мне интересно, вот вообще поднимал, я не слышал ни разу нигде, чтобы кто-то поднял этот вопрос, а позвонить в университет, честно говоря, страшно, скажут, ну вот белая ворона звонит, значит, все платят, а эти не хотят. Ну вот хочется узнать кто-то вообще, как вот это вот, это честно вообще по отношению к детям, к родителям, у которых уже нет работы, например, сейчас, или в прошлом году, да, вот спасибо большое, поднимите эту тему вообще, кого-то позовите. Спасибо большое, да, и вы поняли ваш вопрос, опять-таки, не знаю, господин Гаминский, насколько это ваш вопрос, но... Это высшее образование, конечно, это, ну, не поле зрения самоуправлений, но, конечно, если параллели делать, то самоуправление принимает решение насчет своих заведений, как помочь тем, людям, у которых нет средств, и, по-моему, то же самое должно делать и государство, и делает, и помогает, и это информация, которая, конечно, я передам, буду говорить на то собрание, где мы встречаемся, с правительством. Ну, будем наблюдать за ситуацией. Вторая реформа, да, о которой мы немножко поговорили вначале, в контексте нового министра регионального развития, но теперь вот, уже говоря о планах на следующий год, о том, как это все будет проходить, вы говорили о том, что очень много есть нерешенных вопросов, связанных с административно-территориальной реформой, что действительно не очень пока понятно, как это будет работать в правовом поле, какие останутся депутаты, как будут выбираться эти новые депутаты и так далее. И понятно, что сейчас все-таки фокус смещен несколько на COVID-19, и реформа, она была большой темой в 2019 году, а в 2020 году как-то ушла на второй план, но подготовка же наверняка к ней велась, какие-то работы велись. Вот что сейчас известно, произойдет ли она в следующем году или в 2022 году, что по этому поводу, какие-то сроки есть вообще? Нет, но закон принят. Закон принят. И выборы самоуправления, по-моему, 5 июня. Да, они в июне 2021 года, да. Да, это уже в новых территориях, и по закону в данный момент остаются 42 самоуправления. И самоуправления, ну, работают вместе, делают планы, как работать после этой реформы. Но и в данный момент там очень и много ясностей разных. Например, ну, нужно делать инвентаризацию, ну, каждую ручку посчитать или не посчитать. Какое это два раза считать. В этом году до 1 января, ну, слава Богу, что нашли понимание Министерство регионального развития и окружающей среды, ну, отложить немножко этот период, ну, дальше. Ну, и такие, ну, разные, разные вещи все время идут, потому что, наверное, все-таки спешка была, и довольно много перед этим документов сделали, еще нужно многое сделать. И это будет очень серьезный шаг и ответственность министра, чтобы все эти нормативные акты были приняты. Но ведь суд с Атвардс, мы как тоже вы упоминали, там было два, если не ошибаюсь, подано заявления, которые суд объединил в одно от самоуправления, связанных тоже с этой реформой, значит ли это, что Конституционный суд должен обязательно успеть это все рассмотреть до выборов самоуправления? Или может быть ситуация, когда пройдут выборы, а потом Конституционный суд скажет, что нет, все-таки реформа была незаконной? Не только два самоуправления, но 20 самоуправлений. И, по-моему, немножко больше 20 самоуправлений. Это очень серьезный процент, которые недовольны. Если мы помним прошлая реформа, когда было в Латвии больше 500 самоуправлений, тогда Конституционный суд в суд соответственно пошли 13 самоуправлений. Это все-таки не такой большой процент. Но сейчас если у нас 119, и 20 идут, больше 20 идут в суд соответственно, это уже, по-моему, показывает на проблему. Не знаю, когда будет решение суда, но, по-моему, первые такие будут уже, как и решение в феврале месяце, насколько я помню. Но это как суд будет работать. Но, конечно, и отрицательный закон может... Нет, но решение может быть и после реформы, после выбора. Это тоже суд может сказать, что что-то там неправильно. отыгрывать заново все? Ну, тогда опять будут, наверное, смотреть, но я не хочу в данный момент абсолютно смотреть, что будет, если будет. В данный момент закон принят, самоуправление, которое недовольны, подали в суд, будет решение суда, ну, и, наверное, нужен план в данный момент у министерства, чтобы есть... Ну, конечно, этот вопрос у министерства. Что будет, если будет? Нужен план в любой ситуации? По поводу... Давайте примем телефонный звонок, потом продолжим. Да, здравствуйте. Добрый день. Я хотел сказать по поводу конституционного суда, но вообще, наверное, у многих, кто хоть сколько-нибудь следит за политическим процессом, нет политических иллюзий никаких. Конституционный суд – это суд политических проституток, который прикрывает... Спасибо. Давайте мы без оскорблений будем входиться в нашем эфире. Кроме того, Конституционный суд, не знаю, на что вы намекали, но Конституционный суд зачастую принимает решения, противоречащие тому, что до этого принимало правительство, и как раз минимальные зарплаты этому соответствуют. Вот. Продолжая административно-территориальную реформу, я правильно понимаю, что когда пройдут это голосование, выборы в самоуправлениях пройдут, и после этого уже можем считать перевернутую страницу, и с этого момента, если за скопки брать Конституционный суд, Латвия уже будет жить с новым количеством самоуправлений, с новым административным делением. Да. Просто хотелось уточнить. По поводу самого ближайшего года, если уже, немножко в общем, подводя к какому-то итогу наше интервью, если смотреть на 2020 год, как он прошел, такой сумбурный, сложный, с большими проблемами, и вспоминая, может быть, планы, которые самоуправление строили в январе, в феврале, удалось ли что-то реализовать из того, что хотелось реализовать, что было запланировано, и что можно назвать таким положительным результатом 2020 года для латвийских самоуправлений? Я думаю, что очень много проектов удалось реализировать, и это мы видим и на местах, по-моему, люди больше это видели, и знают те проекты, те улицы, тротуары, те, не знаю, территории, те дворы, то, что делается в самоуправлениях, и как все-таки меняются самоуправления. Это очень важно, и в данный момент самый такой, ну, первый, не знаю, не судья, но вертая тазь. Это житель, который смотрит, это его интересы, это то, что мы хотели, это то, что почему мы эту думу и думаем, хорошо работает, или так, как мы хотели. И в основном, я думаю, что так и работают, так и работают, и свои планы стараются реализировать. и этот год был все-таки иначе, поскольку уже весной кризис начался, и должны были меняться, и отдаленное это общение, как и мы сейчас говорим. В прошлом году, в данный момент, мы, наверное, сидели друг против друга, и мне, конечно, больше нравилось так говорить, не через экран, но, конечно, есть такие сложности, которые, я думаю, что многие и хорошо пообирают. Преодолели, да. А вот вы говорите, что основной человек, которому нужно оценивать это все, это сам житель Латвии. Есть ли у вас какие-то опросы или какие-то конкретные оценки, что вы можете объективно сказать, что да, в основном жители самоуправлений довольны тем, как проходила их жизнь в этом году или нет? Самое важное, что, как мы знаем, что люди доверяют самоуправлением очень, и это, ну, этот процент остался тот же самый. Мы знаем, что доверие парламенту, политическим партиям, правительству гораздо меньше, и это нужно и самоуправлением, это ценят и самоуправление, и просто так это доверие не дают. И, конечно, вопросы на местах есть, что будем делать дальше, и собрание жителей, и чтобы принять самые-самые правильные решения и в будущем это самоуправление делает. Ну, и заканчиваю уже, что планируется сделать в новом году 2021, что вам кажется наиболее важным для самоуправления, что произойдет в 2021 году? Конечно, сделать так, чтобы жители на местах меньше почувствовали какие-то неудобства, чтобы жители почувствовали, что они важны самоуправлением, несмотря на то, что станут побольше самоуправления, чтобы многие жители не чувствовали, что они уже в одновленных местах живут. Это очень важный шаг. И смотреть, как начинать работать на фонды, это не только следующий год, это следующий период планирования, и сделать так, чтобы все меньше, все-таки была разница между регионами, между Ригой и Перигой, и, например, не знаю, остальными регионами, смотреть, как развивать экономику, как делать, чтобы на местах тоже стало лучше. Это самое главное. Спасибо большое. С прямой связи по Zoom был глава Латвийского союза самоуправления Гинс Камински. Следующий уже эфир будет в 16 часов. Диагноз недели с Реэлем Резником Мартовым. Спасибо, что слушали нас. За звукорештерским пультом Евгений Копей на программу провел Артем Липин. Не переключайтесь. Спасибо.